Здоровочки, ребятки-котятки, и сегодня у нас на повестке дня морфинг. Та-дам! На самом деле очень интересная тема, и мало кто вообще прикасается к ней, но в целом, так или иначе, мы всегда занимаемся этим. Тут главное понимать, что такое морфинг. Если не углубляться в терминологии, то по сути своей это скрещивание звука в режиме реального времени. Где мы используем подобную, скажем так, практику, когда скрещиваем новые звуки? В саунд-дизайне это различного рода задачи при получении определенной нужной текстуры. Она может быть на бэкграунд, либо работе с персонажем, когда мы работаем с лейрингом, совмещая слой за слоем, выстраивая в каждой дорожке определенный уровень баланса, определенную тональную обработку, вымеряем амплитуду, делаем грамотную частотную обработку. Все это по итогу мы запаковываем в сумму, к примеру, делаем постобработку динамическую, опять же частотную, и получаем нужный характерный нам звук. Принцип работы в морфинге точно такой же. То есть мы по сути своей можем пощупать этот звук и плавненько его отрегулировать, используя тут же амплитудную обработку, тональную. Но по сути своей это добавление обертонов, добавление искажения по громкости, по тональной обработке, ну уже сказал. Ну то есть вся-вся вот эта миксовая часть, она просто умещается в определенных плагинах. И сегодня мы поработаем с плагином Morph от компании Synaptic Q. Я немножечко покажу функционал его и на примере реального персонажа, над которым я работаю. Это персонаж из игры, игра Spark in the Dark, вы уже слышали, видели где-то ролики, наверное. Но в любом случае я покажу на примере конкретной задачи, какой звук я сделал, используя лейеринг, и какой звук можно сделать, используя эффект морфинга. Поэтому предлагаю переместиться в проект. Так, ну что, на примере конкретной задачи и плагина Morph от Synaptic Q мы сделаем с вами персонажа, монстра, монстра. У нас есть персонаж в виде такого адского существа, смесь птицы, человекоподобной, да, такой. Вот. Для начала посмотрим, какие звуки были сделаны и какой принцип я использовал изначально. То есть задачу я перед собой изначально ставил как раз-таки смешать ряд звуков, ряд слоев. Все это объединил в сумму, сделал постобработку и получил оригинальный саунд. Как я это делал, да, и что я использовал, я буду показывать в следующем ролике. Поэтому обязательно подпишитесь, если вам интересна тематика данная, да, и вообще увлекаетесь звуком, саунд-дизайном, обязательно поставьте лайк, комментарий. Изначально была задумка сокрестить звуки вороны, звуки скрипов различных, чуть-чуть подмешать войса и поиграться еще с какими-то текстурками. И в целом получилось достаточно интересно. Это мой звук голоса, тут был эффект варпинга, да. Вот здесь как раз звук вороны. Еще войс. Звук скрипа двери. Тоже скрип двери. В общем, суть какая. То есть, когда мы делаем посыл и работаем уже с мастером посылы, суммы, мы можем сделать определенную постобработку, да, по динамике сделать, там, обработку с эквайлайзером, поиграться, плюс делать определенный микс и тем самым получить некий лейеринг. Но давайте вернемся к нашему плагину Morph. Во-первых, давайте разберемся, какой у него функционал. Здесь есть принцип работы по сайдчейну, который такой, самый основной. То есть, по сути своей, это тот же микс нескольких дорожек, которые уже, соответственно, в более плавном режиме мы можем корректировать, да, вот это скрещивание звуков. Отличие как раз-таки Morph'инга. Одно из, то есть, в Realtime мы можем посмотреть, какие абертона у нас формируются, какая амплитуда появляется в звуке, по времени, да, обработка. И все это плавно можем скрещивать, совмещать, используя вот такой вот, скажем так, тачпад, который, соответственно, двигается. У нас есть функционал в виде пресетов. Пресет, который изменяет положение уже там, я так понимаю, определяет конкретную последовательную обработку, и в итоге получается определенный звук. Плюс алгоритмы, которые можно использовать в процессинг, с использованием там какие-то форманты подмешиваются, скорость там и так далее. Вот. Плюс уровень конкретно нашего уже выходного сигнала и входного на каждую дорожку. Ну и плюс, конечно, работа с пространством ревер. В данном случае я вывел вот эти звуки, которые изначально сделал. Выглядят они вот таким образом. И конкретно задача сейчас появилась уйти немножечко еще от характерного призвука звука вороны. Ничего нового не стал придумать, просто порычал в микрофон. Ну просто для примера, для сравнения. Потом мы, может быть, отдельно эту дорожку еще как-то обработаем, либо подмешаем конкретно какой-то звук. Как же сделать, чтобы у нас все работало? Ну, во-первых, на одну дорожку, которая у нас основная, мы вешаем Morph Sidechain SC, так называемый, и выбираем дорожку, которая у нас будет подмешиваться. То есть в данном случае это дорожка, вот это 2 Accord Attack, Verses 2. И здесь на выходе главное снять наш output, нашей мастершины, чтобы у нас не было слышно оригинального звука. И тем самым мы можем работать с сигналом IN-A и IN-B. И это весь принцип работы Morph. Что мы наблюдаем и что получаем в итоге? Сверху минимальная, да? То есть обработка ее практически нету или вообще нету. Плюс, если мы начинаем работать уже по оси X, да? По вертикали, то начинают появляться искажения там уже. Продолжение следует... То есть у нас здесь больше сигнал А, здесь сигнал А, да? И здесь сигнал В, здесь сигнал В. То есть это... То есть с этой стороны, да, вот здесь мы видим, слышим больше звук моего войса, да? Но уже с постобработкой. Тем самым вот этот эффект и происходит. Мы мешаем два звука, используя вот этот график, который дает нам возможность поработать с нашими слоями. Но давайте пойдем дальше. Давайте попробуем поскрещивать, чтобы на примере реальных звуков мы сделали что-то интересное. С нуля прям делаю, показываю. Сюда мы вешаем наш плагин. Конечно же, сигнал должен быть стерео. Вешаем дорожку. Например, звук ветра. И какой-то нехарактерный, совершенно другой, не знаю, там, звук слона, например. Войс-элефант, выбираем дорожку нашу. Здесь убираем выход. Давайте пресеты послушаем. Ну что-то подобное, да? Интересный тоже опыт, когда Мик Гордон подмешивал там к гитаре пилу. Это, наверное, уже все просто сделали на ютубе, попробовали. Мы с вами тоже попробуем что-то подобное тоже. Я не буду сейчас писать гитару. Да, вот такую гитарку и звук пилы сделаем. Ну вот, что-то подобное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот вам и эффект морфинга простым, понятным языком. Я думаю, тут нечего больше обсуждать. На самом деле, экспериментировать можно много. Если этот ролик вам понравится, и понятен вам данный эффект, и понятен сам пресет, он очень простой, элементарный, подключается он с помощью, опять же, повторяюсь, двух дорожек эффекта сайдчейна с посылом определенного сигнала на другой. То же самое на самом деле мы можем сделать посредством, скажем так, простых наших посылов, но с эффектом уже постобработки, где сигнал будет подмешиваться уже и параллельно искажаться, и будет какая-то тональная обработка, точнее, временная обработка. То есть у нас волна, к примеру, будет по фильтрам, фрекенсию, да, и вот эта волна подмешивания плюс, конечно, там какой-нибудь в реалтайме эффект сатурации, то есть можно создать посредством обычной обработки. Любой, на самом деле, VST-плагин можно воссоздать простой постобработкой, потому что в сути своей они содержат определенную цепочку последовательную, которая создает нужную нам VST-обработку. Если это короткое видео понравилось вам и вы захотите больше информации, то пишите в комментариях. Тогда я максимально широко раскрою эту тему и уже на конкретных примерах. До скорых встреч!